Этим утром Абака собрал ягоды, сварил из них компот и, как только его выпил, сильно удивился. Это ягодница, неведомая лихорадка. Опасная болезнь поразила племя, но вождь племени Абака узнал, какие ягоды могут помочь. И перед тем, как смотреть эту серию, поставь лайк и подпишись на канал. О, теперь можем начинать. Творческая мастерская Сергея Рябухина представляет. Второй сезон по настольной игре Палео «Ужасные птицы». Вот такие. И это уже третья серия. Вот в этой пещере обитает наше племя. У нас пока что есть только пять ног мамонта. А рядом с пещерой красивые дикие места. В этой пещере мы спим. Если мы потеряем пять соплеменников, мы проиграем. А если нарисуем вот такого мамонта, то выиграем. Но его еще надо нарисовать. Если пойти в лес или к реке, то можно найти много еды. Камней полно в горах. Вот в таких. А дерево в огромном количестве можно найти в лесу. А в родной пещере можно всегда соорудить факел, рубило или копье. Еще кучи всего можно соорудить в мастерской пещеры. Но перед этим эту кучу нужно еще изобрести. Сны тоже приятнее всего смотреть именно в пещере. На земле пока что не очень много людей. И очень скоро мы узнаем, кто из них примет участие в нашем приключении. Знаешь, что это такое? Правильно. Это место, откуда уже никогда не возвращаются мамонты. А теперь послушай, что говорит вождь племени Дабака. Каждую ночь ты должен уничтожать одно яйцо ужасной птицы. Или рисовать на пещере один черепок. Пять черепков нарисуешь. И все. Проиграл. Девятая карта сюжета пока что скрывается в пещере. Ты ведь уже подписался на канал и смотришь его официально. А еще рядом с мастерской нужно положить два кубика. А вот это те самые ужасные птицы. И обитают они в лесах, в горах и рядом с рекой. Вот эту стопку ужасных птиц нужно перемешать и положить вот здесь, недалеко. Рядом с дикими местами. Ты ведь еще не забыл, что все племя поразила неведомая лихорадка. Поэтому каждую ночь каждый человек в вашей общине получает одну рану. Карты сюжетов 8, 16, 17 положите пока что в пещеру. Вождь племени Дабака напоминает, что в его племени всего лишь 8 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А вот в каждой общине будет по два человека. Воительница и умелец у Абаки. У Бабаки разведчик и собирательница. Вабака гордится тем, что у нее есть хранитель и изобретательница. А вот Габака у него охотник и воительница. Очень воинствующая у него община. С высоты полета до исторической птицы хорошо видно, что у Габаки есть веревка. Ее несет охотник. У Вабаки изобретательница несет факел. А вот Бабака рад, что у собирательницы есть одна шкура. Но вот у Абаки ни воительница, ни умелец не принесли с собой ничего, кроме вот такого умения и копья. В первый доисторический день наши соплеменники могут посетить много интересных мест. Давай вот здесь вот сдвинем и раздадим каждому вот по такой стопке этих самых мест. Уже сейчас можно видеть, как вот здесь в горах есть какое-то гнездо ужасной птиц. Можно посмотреть какие-то ягоды, которые встретятся на пути у Абаки. Ну и также мы видим леса, горы, реки, какие-то следы, следы оставленные на песке. Но вот-вот уже сейчас наши соплеменники отправятся в путь. Прямо перед Абакой вырос лес. И также в лесу он видит кое-какие ягоды и какое-то опасное местечко. Бабака готов пойти к реке, увидеть следы на песке или пойти в лес. Сейчас Вабака также видит реку, гору даже не одну. И Габака говорит, знаешь, у меня тут очень много опасного рядом. Но есть еще, как ты видишь, вот такие ягоды в лесу. Что, пойдем сюда? Да, пойдем, конечно, попробуем эти ягоды. Вабака. Ну что, давай пойдем в горы, возьмем, найдем камень. Здесь очень интересно, конечно же, что это за следы. И кто оставил вот эти три следа в истории человечества? И здесь, ну, у нас уже ягоды пробует Габака. Давай мы, ну что, попробуем. Может быть, все-таки давай пока что не будем одновременно пробовать все ягоды. Посмотрим, что в лесу нашел Абака. Подлесок. Это хорошо. Мастер капканов, здорово. Заброшенная пещера. И здесь, что же здесь? Здесь редкие ягоды с красным фоном. Всегда опасно. Нужно две наблюдательности, чтобы получить кусок мяса и карту сна. Съел и сразу заснул. Что касается наблюдательности, здесь есть она только на веревке. И здесь она есть вот на этом факеле. Но здесь, смотри, какой у Бабаки, какие все наблюдательные. Бабака смог бы помочь, но Бабака, видишь, добавьте эту карту к вашей общине. Добавили эту карту и все. И все. И мы больше не можем вот так взять, рукопожать никому. Мы просто добавили. И также, смотри, этот мастер капканов принес с собой ловушку. Вот эта ловушка, она позволяет, ну, правда, один раз поймать кого-то, используя два копья. Здорово. Ну, а теперь мастера капканов нужно кормить. Что у нас с едой? Всего лишь у нас пять ног мамонта. А в нашей общине уже девять человек. Но давай смотреть. Бабака. У тебя есть факел, да. Значит, совершенно спокойно ты сможешь, ты сможешь взять и, используя этот факел, давай мы это сделаем, факел сбрасываем, сбрасываем эту карту. И тут же одно изобретение появляется в нашей мастерской. Эта карта отправляется вот туда, откуда никогда не возвращается в мамонты. Ну, а что касается изобретений, вот они все. Да, давай. Какую хочешь взять? Вот эту, пожалуйста. Давай возьмем что это? Это топорик за один брусок и рубило. Можем изобрести вот такой топорик. Здорово, да? Да, но рубило, чтобы создать, нужен камень. Итак, вот сюда отправляется вот это изобретение. Все остальные карты давай соберем. Здесь еще есть изобретение. Есть. Не переживай. Есть классное изобретение, которое мы обнаружим. Ну, а здесь две наблюдательности. Две наблюдательности мы не найдем. У габаки есть только одна. Да и то нужно сбросить веревку для этого. Может быть, он попросит абаку помочь ему. Давай смотреть. А, у абаки есть только, вот видишь, вот это копье. И вот такие вот инструменты для умельца. Да. Мы получаем одну рану и получаем карту сна. Редкие ягоды. Давай запомним, как они выглядят. Редкие ягоды. Итак, смотри, вот тут два листочка мы видим таких. Тут какие-то ягоды. В общем, запомнили их расположение на ветках. Это редкие ягоды. И, знаешь, вот так кому же мы... Ну, давай, воительница получает вот такой урон. И теперь нужно получить карту сна. Карту сна мы прямо сейчас возьмем. Давай откуда-то отсюда. Карту сна. И, внимание, габака кладет ее наверх колоды. Значит, вот эти карты нужно вернуть сюда. Наверх колоды положить карту сна. И спокойного сна. Или спокойной ночи. Спокойная ночь. Итак, теперь подлесок. Но для того, чтобы получить деревяшку, нужно сбросить две карты. А это у нас тогда получается с одной раной. Давай все-таки мы сбросим одну карту. Да, эту отправим сюда. Вот эту одну карту мы сбросим, не глядя. И тут же получим еще один кусок мяса. Уже шесть кусков мяса. Это хорошо. Ну, а теперь бабака говорит, может быть, я все-таки пойду к реке? Может быть, и пойдешь к реке. Но я же вижу, что у бабаки, да, есть еще вот такие следы на песке. Но посмотрим, у кого еще что опасное место. И можно остаться в пещере, чтобы там соорудить топорик. Но для этого нужно еще найти камень, чтобы где-то достать рубило. Так. Ну, конечно же, давай в лес. Да, давай пойдешь в лес. Тебе куда, к реке? К реке. Давай сейчас подумаем. Вот здесь у нас, смотри, у нас здесь есть карта сна. И две карты опасности. Да, давай сыграем карту сна. В надежде, что, знаешь, там не будет ничего опасного. Как может быть в этих картах. Ну, а вот бабака, говорит, река... Давай все-таки в горы. Да, горы. Потому что там можно найти камень. Ну, а тебе, тебе куда пойти? Куда пойти? Ну, давай посмотрим. Давай все-таки сюда. Эйх, была не была. Посмотрим, куда ведут эти следы. Но сначала абака нашел деревья. И можно, видишь, где-то взять три пня. Лекарства жулые. Но для этого нужно потратиться. Посмотрим, что здесь. Каменистая осыпь, как мы и рассчитывали. И прозорливость. Посмотрите, любые карты вашей колоды. И верните обратно в любом порядке. Но для этого нужна наблюдательность. У нас есть наблюдательность. Вот она. И это, кстати, хорошее будет вложение, мне кажется. Но перед этим давай посмотрим. Вот, лекарства жулы. Может быть, все-таки так. Здесь наблюдательность есть. Да не одна. Нужно бросить кубик. Сбросить одну карту. И взять сюжет 8 и 16. А здесь, смотри. Не бросая кубик, два мяса сбрасываешь. Две карты. Нетушки, нетушки, нетушки. Нет. Давай сразу решим, кто нам будет помогать. Итак, у нас есть копия. У нас есть копия. У нас есть мастерство. У нас есть пристальный взгляд. Может быть, давай нам поможет абака. Он будет помогать. Итак, лекарство жулы будет помогать добывать абака. Потому что у него есть и копье, и мастерство. Как ты понимаешь, сбрасывать сейчас карты не имеет смысла. Потому что сбрасывая вот эту опасную карту, мы получим одну рану. А и так у нас каждую ночь каждый человек в вашей общине получает рану. Потому что все заболели неведомой лихорадкой. Итак, один взгляд у нас есть. Еще один кубик нужно бросить. И что там выпало? Одно копье. Это хорошо. Потому что копье у нас есть. Мы же попросили абаку помочь. Вот это копье. А вот этот пристальный взгляд. Все. Мы выполнили условия. Теперь сбросим одну карту. Вот эту в закрытый сброс. И сбрасывая вот эту карту лекарства Жулы, мы берем сюжет 8 и 16. Вот эти два сюжета взяли. Но и говорим абаке. Спасибо за помощь. Абака, мы тебе рука пожали. Жула и что такое? Исцеление. Положите эту карту вот на эту пещеру. Видишь? Мы видим закат. И удалите карту неведомой лихорадкой. А вы что? Подожди, подожди. Уже получая... А, понятно. Получая вот такое мясо при помощи карт «Целебные ягоды», ягоды из колючих кустов и редкие ягоды, можете сразу класть их на эту карту. Если вы... Да. Да, неведомая лихорадка убирается пока что. И теперь смотри. Теперь три мяса на этой карте. Мы удаляем, соответственно, эту карту и кладем в пещеру три. Три. Два рисунка. Но каждый человек в вашей общине получает по одной рану. Мы продолжаем каждую ночь получать эту рану. Что там еще мы взяли? Я вижу жулу. Добавьте эту карту. Это опять... Это опять надо кормить? Я так понимаю, нет? А, значит, видишь, ночью либо мясо, либо мясо, либо черепок. Да. Кормить нужно. Ну, давай сюда передвинем. Итак, у нас появилась у бабаки жула, которую умеет за одно мясо исцелять раны. Да, в этом сценарии здесь исцеление очень поможет. Ну, а здесь что? Что касается этого взгляда. Может быть, бабака нам поможет. У него нет такого пристального взгляда. Поэтому мы бабакку просим сбросить вот эту веревку. Чтобы, да, чтобы вот такой вот один взгляд появился. Посмотрите любые карты в вашей колоде и верните обратно в любом порядке. Карта отправляется сюда. Мы, естественно, будем смотреть вот эти две карты. И еще давай следующую. Где там у нас карта опасности? Карта опасности. Есть ли они вообще у нас карта опасности? Вот. И вот еще одна карта опасности. Мы посмотрели. И выбрали эти три карты опасности. Смотри. Следы птицы-гиганта. Три пристальных взгляда. Переложите одну карту ужасной птицы из стопки на закрытый сброс. Хорошо. Посмотрим. Так. Заражение. Либо целебный корень и карту сна. Либо каждый раненый. О, нет, нет. Это в самый низ. Мы сейчас. И они вылупились на вот этой дорожке диких мест. Нет карты ужасных птиц. А тут пока что полный комплект. Поэтому мы не сможем уничтожить эту карту и получить карту сна. Значит, раскройте одну карту ужасной птицы и сыграйте ее. Давай подумаем. Если мы сейчас разыграем одну карту птиц. У нас, в принципе, все, наверное, есть для того, чтобы ее победить. Потому что, смотри. Раз, два копья. У нас есть три, четыре. Пять. У нас. А, в принципе, только пять. Я-то думал побольше. Я-то думал побольше. Но, может быть, получится. Может быть, получится. Давай. Это будет сверху. Но мы рискнем. Да. Теперь смотри. Это явно вниз. И это... И это, это, это... Тоже вниз. Давай все вниз отправим. Вот так. У нас будет только одна опасная карта. Которую мы сейчас сразу и возьмем. Вот она, опасная карта. Мы уже знаем, что... А, подожди. Подожди, подожди, подожди. Стоп. Мы забежали вперед, потому что еще каменистые осыпи. Так. Вабака. Есть у него только одно мастерство. А нужно два и две карты. Поэтому всего лишь две карты он сбрасывает. Раз-два к реке не пойдет. В этот раз к реке не пойдет. Но получит один камень вот сюда, в пещеру. Отлично. Это мы положили сюда. И вот только теперь уже у нас полдень. И Габак говорит, я знаю, куда пойду. Мы сейчас все вместе будем сражаться против диких птиц. Поэтому давайте так. Давайте. Это все нужно только для рукопожатия. Понимаешь? Все будем только рукопожимать. Ну что, давай к реке. И здесь родная пещера, родная пещера. Ну, конечно же, родная пещера. Итак, в родной пещере нас интересует только рукопожатия. Это одинокий мамонт. Одинокий... Как хорошо, что есть одинокий мамонт. И как плохо, что мы не сможем его завалить. Потому что, да, у нас есть копья. Но у нас ведь здесь... Раскройте одну карту ужасной птицы из стопки. И сыграйте ее. Ну что, посмотрим, что нам досталось. Ну, а это, как ты понимаешь, отправляется вот сюда. Итак, раскрыли. Ужасная птица. Пять копий. Пять копий и еще кубик. Две карты. Но тут, как ты понимаешь, у нас всего лишь навсего награда. Два мяса. Два мяса. Но, как мы и говорили. Раз, два. Вот эти придется... Три, четыре, пять. Это значит, уже вот эти все нам помогают. Вабаку будем просить помочь? Или он... Ну чем, мастерство может нам помочь? Нет. Вабаку пока что мы будем исключать из этой помощи. Бросим один кубик в надежде, что там не будет хотя бы копий. А там еще два копья. Ай, где же нам столько добыть? Нет. У нас не получается столько копий. Поэтому мы ловушку сохраняем за собой. Потому что мы не справились с этой птицей. И получается, что? Получается, габака должен потерять кого-то. Кого он потеряет? Он потеряет воительницу. Воительницу он потеряет, но не получает череп вот в эту пещеру. Ну а эта карта отправляется сюда. Теперь она, видишь? Теперь где-то около реки нас будет ждать птица Крика. Всегда будет поджидать. Спасибо, друзья. Ваша помощь, конечно, была серьезной, но не помогла. Две карты. Будем ли мы... А зачем? Чтобы получить один камень или одну шкуру? Может быть, все-таки пойдем мы посмотрим, что здесь или что здесь? Ну ладно. Давай не в этот раз. Две карты отправляются сюда. Чтобы взять... Ну что? Смотри. У нас есть хранитель, который возьмет на себя много ран. Но вот камень сейчас пригодится, чтобы создать в пещере рубила. Все. Мы отправляемся в новый день. И вот она, родная пещера. Смотри. Вокруг много опасных мест. Но в родной пещере абака создаст рубила. А может быть, потом и топорик. Бабака. Бабака видит... Да, видит какие-то... Какие-то ягоды. Но, как ты понимаешь, нам нужно собирать эти ягоды. Поэтому вперед. Вперед на ягоды. Так, а что касается здесь... Ну, здесь... Давай в лес. Давай пойдем в лес. А вот здесь тоже я вижу ягоды. Ну, давай собирать. Давай. Может быть, нам повезет, и мы сразу соберем много ягод. Съедомные. Отлично. Одну карту мы сможем сбросить и получить это мясо. Ну, такую... Значит, такое определенное ягодное мясо. А здесь два мастерства. Все. Я думаю, что мы сейчас справимся. Итак, первое, что нужно сделать, чтобы получить эти съедобные ягоды, это сбросить одну карту. Мы сбрасываем одну карту. Вот она. И тут же получаем... Внимание. Вот такую ягоду. Вот сюда. Еще сюда нужно положить две. чтобы выполнить... Вот. Чтобы всех исцелить в этот самый первый день. Спасибо. Съедобные ягоды. Спасибо. Запомним, как выглядят эти съедобные ягоды. В следующий день тоже будем их есть. Ну, а вот ягоды с колючих кустов. Здесь у бабаки должно быть два мастерства. Есть одно мастерство. А где второе? А второе будем, наверное, просить у... Да. У бабаки. Таким образом, бабака вместе с бабакой вот эти два мастерства тратят только на то, чтобы собрать эти ягоды с колючих кустов. Две карты, правда, нужно сбросить бабаки. Бабака это делает. Только не в эту сторону. Вот сюда, извини. Вот сюда. Раз. Два. Сбросил. И тут же получает две ягоды. И, внимание, да, и, внимание, здесь, конечно же, мы сейчас, ух, нарисуем что-то на стене. Спасибо огромное. То есть, получается, это все идет, да, вот сюда, в открытый замороз. Ну, и, наконец, родная пещера. Да, мы создадим один предмет. Давай создадим в родной пещере с помощью вот этого камня, который мы сбросим. У нас вот появляется вот такое рубило. А рубило это мастерство бабака. Да, таким образом, у него вообще не уже два мастерства. Но если это рубило привязать вот к такой палке, то получится топорик. Да. Ну, и, наконец, давай-ка мы это сделаем. Перед тем, как мы начнем что-то там придумывать, мы сбрасываем вот эти три ягоды. Ну, как сбрасываем? Мы их относим вот этому врачевателю, который поставил диагноз ягодница, и он говорит, ну что же, мы удаляем эту болезнь, и, внимание, каждый человек в вашей общине не будет получать каждую ночь рану. И два рисунка. Раз, два. Вот такая уже морда мамонта появилась на стене пещеры. Еще раз, два, три таких рисунка, и тогда время будет не только здорово, не только в приподнятое настроение, но они будут приходить в пещеру и показывать своим внукам, как они победили злого Додо. Это продолжается еще только первый день. Первый день, но посмотри, Абака уже говорит, ну, куда мне идти? Куда? Вот сюда вот ягоды уже искать не надо. Ягоды, и там могут быть опасные ягоды. Поэтому, может быть, знаешь, как здесь стоит сделать? взять опасную карту, потому что, смотри, допустим, мы сейчас берем ягоды, скажем, сбросьте две карты, мы получаем две раны. А так мы берем одну карту, и даже если сбросить нужно было там, допустим, две или три карты, то мы сбрасываем одну, получаем только одну рану. Понимаешь, да? Вот, допустим, вот эту мы и возьмем. Ну, так, чтобы думать уже о следующих. Так, ну что, в родной пещере будем создавать что-то. Нужно создавать здесь опять опасное место. Нет, туда мы не пойдем. Там, давай-ка мы сначала пойдем в лес. Может быть, в лесу какую-нибудь палку обнаружим. Ну, а здесь лес, следы, родная пещера. Конечно же, мы пойдем по следам и обнаружим там тыны, старый шаман. Я расскажу вам, какие ягоды мне покупают. А зачем нам ягоды? Нам ягоды. И смотри, 17-й сюжет. 17-й сюжет. И еще один наскальный рисунок, но пять различных. Да, в любом сочетании пять вот таких, как нехорошо. Ну, в родной пещере даже целых два предмета можно создать. Но у нас столько. Одинокий волк. Давай с него начнем. Итак, одинокий волк, чтобы его выследить, нужен пристальный, внимательный взгляд. У абаки нету таких способностей. Внимательный взгляд есть только у бабаки. Так что, хочешь не хочешь, бабак, а вот этот взгляд, ты будешь, конечно же, да. Хотелось бы что-то изобрести в пещере, да, тем более, что есть такая возможность. Вот. Но давай будем, давай будем приручать этого волка. Итак, дальше сбросим один кусок мяса. Это прям специально. И вот, как я и говорил, две карты, видишь, раз, два. Вот эта карта опасности наносит нам вот этот вот самый неприятный укус волка. Но это нужно было ощутить, чтобы вот такой волк с таким, смотри, пристальным взглядом появился теперь у нас. Ну, что? Волк теперь наш. Он нас теперь слушается. Слышишь, да? Слышишь, что он делает? Да. Он даже рад. Ну, а здесь старым шаман. Знаешь, 17-й сюжет нам тоже интересен, но нам еще интересует вот это. Пять. Где мы столько? Раз, два, три, четыре, пять. Может быть, все-таки, ну, камень очень ценен. Да, пять. Смотри, как мы рискуем. Пять кусков мяса мы сбросили. Мы сбросим одну карту. Вот эту карту леса. И сбросим вот эту карту, чтобы получить вот этот 17-й сюжет. Подсказка. Положите эту карту вот сюда, на дорожку диких мест. И это подсказка, что, да, все ягоды разные. Но мы видим разные листы, видишь, разное расположение рягот. Но нам эта подсказка уже, в принципе, и не нужна. Просто оставим ее на память. Потому что мы уже племя исцелили. Только осталось справиться с культом злого. Ну, и ты помнишь, да, что еще на скале появляется вот такое изображение? Это третье изображение. А всего пять. Поэтому осталось только вот этот хвост и две задние ноги. Пририсовать. И можно уже в эту пещеру водить людей Аки в музей. Еще девятый сюжет у нас остался. Но подожди, еще Вабака говорит, может, я возьму... Но нет, столько наблюдательности у него, конечно, нет. Но две карты сбросить он сможет. Две карты сбрасывать, чтобы, внимание, получить один кусок мяса. Вот. Нам-то их, знаешь, сколько нужно? Ого-го! Уже 10 кусков мяса нужно, чтобы прокормить все наше племя. Но вот тут появляется интересное, да, гнездо в лесу. Так, что касается... Давай посмотрим, как... О! У Вабаки больше, в принципе, и смотреть-то нечего. Он говорит, сейчас я еще чуть-чуть посмотрю и на боковую поспать. Здесь у нас лес. Здесь у нас... Ну, давай так, в родной пещере что-нибудь просто... Хотя нет, подожди, 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 подожди. Давай тоже лес. Потому что нужно, может быть, что-нибудь сбрасывать. Сбрасывать нужно будет что-то. Так, а мы получили раны. Да, получили раны, когда сбрасывали красную карту. Получили рану. Так, здесь... Ну что, давай пойдем посмотрим, что там за ягодный куст. А здесь... Так, давай, чтобы, может быть, понадобится помощь. Давай просто в родной пещере посмотрим. Да, отлично. Тут есть помощь. Что тут за ягоды? Ой-ой-ой, смертоносные ягоды! Но 4 наблюдательства есть! Раз, два, три, четыре! Постоянная наблюдательность есть! Так что мы сейчас получим еще одну наскальную живопись. Я вижу уже додо. Не злого додо, а доброго додо. Который может поделиться двумя кусками мяса. Который нес вот там под крылом. Но теперь давай так. В любом случае, вот абака и бабака будут справиться со смертоносными ягодами. Потому что у них есть раз, два, три, четыре вот этих внимательных глаза. Мы удаляем эти ягоды. Мы их собрали. И тут же появляются вот те самые две задние ноги. Вот. Посмотри, вождь племени бабака показывает, говорит, вот, вот это нужно еще нарисовать. И ты победишь злого додо. Иначе, смотри, ночью будет бобо, а не додо. Спасибо за помощь. Да, это была хорошая помощь. Ну, а теперь, что касается додо. Бабак, у тебя есть копье? Нет копья? Но зато есть копье у габаки. Поэтому габака помогает, помогает вот этого додо взять. Каким образом? Да, вот эти две карты сбрасываются. Но красная карта говорит о том, что одну рану получает хранитель. Получил. И сбрасывая вот сюда вот, вместо откуда не возвращается мамонтой, мы берем два куска мяса. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, нужно срочно выигрывать этот сценарий. Потому что нужно кормить многих людей. А за каждого ненакормленного придется рисовать его вот здесь. Опять-таки, взлетев на высоту ужасного птичьего полета, мы считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять человек в этом племени, а у нас всего три куска мяса. Еще нужно шесть найти, шесть. Пойдем по следам или все-таки давай, нет, давай пойдем посмотрим, что там в этом ужасном гнезде. Да, здесь найдем деревяшку, чтобы приколотить эту деревяшку к вот этому вот... Ну, сначала сделать рубило, а потом к этому рубилу вот такой вот топорик сварганить. Так, ну, вабака, вабака все отдыхает. Все, у вабаки больше ничего нет. Ну, а здесь, что в родной... Ну, здесь тоже можно, конечно, посмотреть, но давай, давай просто в родной пещере просто посмотрим, что тут. В родной пещере, да, мы можем создать два предмета, но у нас сейчас главное мясо. Мясо целебный корень. Нам нужно мясо, мясо есть, вот мясо есть. Это одно яйцо, которое мы будем приносить вот сюда вот в жертву культа злого Додо. Но для этого сейчас нужно два мастерства, я думаю, найдем. Все будут помогать, все-все-все, потому что нужно бросить два кубика. Все будут помогать. Два мастерства. Я думаю, найдем карту, найдем. И жетон найдем. А тут есть еще наскальное изображение. Ну, что же, два кубика, и это очень опасно. Сейчас можно завершить эту игру. Внимание! Ну, и скорее всего, у нас это получилось. Итак, давай смотреть. У нас абака, бабака и габака. Сначала одно копье. Копье мы берем у габаки. Взяли, все. У кого будем брать вот этот один пристальный глаз? Нам нужен только один. Да, пожалуйста, бери у собирательницы. Отлично. Ну, а что касается вот этих двух молоточков, то их мы берем. Вот мастер капканов один дает. А второй есть, вот он, у умельца. Все. Мы разобрались с этим. Теперь абака должен сбросить одну карту. Вот эту карту он отправляет сюда. И сбросить один любой жетон. Ну, и сбросить он, конечно же, рубило. Зачем? Оставляя себе вот этого волка. Ну, зачем же сбрасывать волка? Он еще пригодится в следующих уже приключениях. Потому что мы получаем, да, мы получаем вот эту карту, как яйцо ужасной птицы. Мы получаем один кусок мяса. Там уже становится четыре. Но самое главное, мы отправляемся в нашу пещеру, чтобы под руководством вождя племени Дабака нанести финальное победное изображение мамонта. Вот теперь сюда можно водить людей и рассказывать им о наших приключениях, которые приключились с нами во время этого приключенческого ужасного дня в доисторическую эпоху. Я уверен, что мы так быстро победили, потому что ты подписался на этот канал. И наверняка поставил лайк, да? Но если ты это еще не сделал, поставь сейчас лайк этой записи, чтобы все остальные увидели, что тебе понравилось. День еще может продолжаться, но зачем? Ведь мы уже победили. Да, посмотри, у Бабаки есть еще несколько мест, которые она могла посетить. Здесь есть и следы. Кстати говоря, куда ведут следы? Давай просто посмотрим, что нас ожидало. Хороший аппетит. Нужно либо четыре куска мяса сбросить и эту карту, либо, да, мы могли сбросить вот эту карту с яйцом и посмотреть, что там в девятом сюжете. А девятый сюжет – это Ору, которого также пришлось бы кормить. Но он принес с собой бы вот такие вот два молотка, которые умеют хорошо помогать Ору строить различные сооружения. Мы успешно прошли этот сценарий, поэтому можно смело отметить наш успех вот таким вот оранжевым цветом. Как понимаете, четвертый сценарий будет финальный в этом дополнении. И уже в этой серии, во второй, я спрашивал, кто там? Как вы думаете, кто там вот в этом яйце? Четвертый сценарий будет финальным в этом сезоне. И вы в комментариях можете написать, кто же вылупится из этого яйца. Если ваш вариант будет лучше, чем тот, который придумал я, то вылупится как раз-таки ваш вариант. Отдельно хочу сказать спасибо тем, кто обращает внимание на ссылки под этим видео и поддерживает канал как может. Кто-то делится видео в социальных сетях, кто-то поддерживает донатом или переводом на карту. Все подходит. Кто-то пишет в комментариях, классное видео, это тоже классная поддержка. Спасибо вам. И если не трудно, поделитесь этим видео в социальных сетях, чтобы любителей настольных игр стало больше. С вами был Сергей Анатольевич Рябухин и канал youtube.com.slashutraVolga. Играйте в игры и будет все еще лучше. Спасибо.